Сотрудники огнеупора отметили в эту пятницу четверной праздник. На торжественном сменно-встречном собрании руководство предприятия поздравило ветеранов производства и ныне работающих сотрудников с юбилеем ММК, Днём Города и Днём Металлурга, а также с днём рождения огнеупорного производства Магнитогорска. 17 июля ему исполнится 91 год. Подробности в сюжете Дины Наумовой. Торжественное сменно-встречное собрание на территории огнеупора состоялось возле обелиска, где заложена капсула времени. В 1981 году его построили по проекту работника конструкторского бюро. На встречу были приглашены 40 ветеранов огнеупорного производства. Мы с вами до сих пор, несмотря ни на пандемию, несмотря ни на санкции, находимся в тренде. 21 год у нас был рекордный по многим показателям. В этом году мы за 5 месяцев уже заработали с вами чистой прибыли 400 миллионов. Мы расширяем сферу сбыта, мы занимаемся новыми видами продукции. Ежемесячно уже несколько лет огнеупор издаёт свою газету. В ней все важные новости предприятия. Два года назад издание было признано лучшим корпоративным СМИ Магнитогорска. Хочу пожелать, конечно, нашему предприятию дальнейшего развития, перспектив внедрения передовых технологий, меньше травматизма, выпуска высококачественной продукции. Коллективу хочу пожелать, наверное, взаимовыручки, взаимоподдержки, ну и побольше радостных, позитивных дней. В честь знаковых для Магнитогорска праздников сотрудников предприятия наградили почётными грамотами администрации города, комбината и губернатора Челябинской области. Нурьеза и Нагабдиновой помимо грамоты вручили ещё и золотой знак отличия ГТО. Контролёр в производстве чёрных металлов с 30-летним стажем и на спортивном поприще прославляет производство. Мне очень нравится моя работа. На работе, скажем, как нам надо, не всегда. Приятно через много лет прийти и узнать, что производство работает, производство на плаву, производство нужно комбинату. Успехов вам всем и ветеранам здоровья. Праздничную атмосферу для собравшихся обеспечили баян позитив и творческие коллективы Левобережного дворца. Коллектив дружный, условия благоприятны для работы, поэтому не думаем место работы менять. Насладившись концертом, ветераны переместились в столовую огнеупора, где их ожидал праздничный обед и подарки от родного предприятия. Почетные работники огнеупорного производства с ностальгией вспомнили рабочие будни. Марья Амгарифовна в свое время трудилась на сортировке, пришла на предприятие в 19 лет и проработала здесь до 47. Складывала пакеты, 12 тонн нормы было, нормально на пергонке работали. В качестве одного из подарков ветеранам стала кулинарная книга, выпущенная на основе рецептов сотрудников огнеупора. Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны смогут приготовить коронные блюда преемников по профессии.